Многие из присутствующих часто бывают в стенах хранилища информации, но поход в библиотеку, как правило, не заходит дальше помещения абонемента. А ведь в центральной библиотеке имени Крупска и множество залов, где предоставляются различные услуги. Цель моей экскурсии сегодня была рассказать пожилым людям о том, что библиотека превратилась из избы читальни в место, где можно культурно провести время, отдохнуть, получить какие-то новые услуги, технологии, которые развиваются и входят в нашу жизнь. Некоторые приходят и спрашивают, а мы не знали, что у вас можно отправить электронную почту, что у вас можно что-то отсканировать. Именно здесь, в нашей библиотеке, есть подобные услуги, причем уже много-много-много лет. Мало кто из пенсионеров знает, что любимые всеми газеты и журналы еще советского времени продолжают выпускать тиражи. Наш современник, Москва, Звезда, Октябрь. Свежие номера всегда и в читальном зале, как в бумажном, так и в электронном варианте. Постоянно пополняется библиотека. Мне понравился стенд, вот экология нашего города, очень даже заинтересовала. Все есть, вот абсолютно, я и говорю, да любой вкус, вот кого что интересует, историческая литература мне, например, тоже нравится. Я много посещала, мне 84 года, я много лет уже здесь бываю. Пенсионеры узнали о том, что библиотеки тоже обучают компьютерной грамотности. Такие уроки отдыхающие дневного отделения получают на базе ЦСО, но если вдруг появится желание углубиться в этом направлении, библиотеки имени Крупской всегда рады помочь. Также можно воспользоваться и юридической помощью, бесплатные консультации каждую среду здесь проводит опытный юрист. У нас очень много вопросов сейчас, очень много вопросов ЖКХ, очень много вопросов по кредитам, невозвратные особенно кредиты банковские, и семейные вопросы, вот в основном по таким вопросам. Не по вопросам привлечения к уголовной ответственности, а в основном гражданско-правовые вопросы, семейные, трудовые вопросы. Вот по этим вопросам я консультирую. Дело в том, что я пенсионер, длительное время отработал в правоохранительных органах, а после этого преподавал 15 лет в высших учебных заведениях право. Так что у меня юридическое образование университетское. Отдохнуть от проблем и забот можно в уютном каминном зале. Практически каждый день для горожан здесь проходят встречи с талантливыми людьми не только нашего города, но и соседних областей. После познавательной экскурсии по библиотеке для пожилых людей выступила лауреат региональных и всероссийских конкурсов чечецов «Любовь Шикель». И после такого насыщенного культурного похода в Центральную библиотеку имени Крупской пенсионеры уверены, что попрощаются ненадолго и уже в ближайшее время с удовольствием придут сюда, чтобы воспользоваться всеми услугами.